Партия Великая Россия 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 Хоть я его не очень люблю, но благодарна за то, что он все здесь возвратил. Ну, как архитекторы возражают, что это наводил, а иначе была бы разруха. Хорошо построили пруды ухоженные, дорожки все ухоженные. Раньше был более дикий лес. Но больше, наверное, вам ничего не скажу. Один вопрос, буквально один вопрос я вам задам. Вы бы хотели, чтобы этот комплекс ожил именно в историческом процессе, то есть как прошлое самодержавие или монархическое? Чтобы они здесь еще и жили, и нами управляли? Нет? Все, спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, возможно в России возврат к монархии? И хотели бы вы этого или нет? Ну, я думаю, я бы не хотел объяснить. А почему, если на сегодняшний день? Да по-разному, просто уже современная Россия. Зачем монархию сюда обратно возвращать? И так вроде все хорошо. Президентскую вас больше ставят? Ну да. А в целом вообще о России, что вы думаете о перспективе сегодняшней России? От себя? Россия уже могучная страна, поэтому она сейчас с каждым годом растет и растет. И люди так же, естественно, обрежают. И вы верите в лучшее, да? Конечно. Хорошо, все, спасибо. Здравствуйте. Вот мы встретили здесь очень интересных собеседников сегодня. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Возможно ли возврат России к монархическому строю? Как вот на ваше смотрю? Вполне. Вполне возможно. Вполне возможно. А как вы думаете, при каких обстоятельствах может произойти? Ну, я так думаю, что мы, наверное, движемся к этому. Мы считаем историческим, по всем историческим расам и по всем событиям, которые происходят, включая их в политическом мире, в тенденции перед возвращением к монархическому строю. И предложений у нас еще тоже было достаточно много, у нас с того, чтобы президента, к примеру, отдать ему полномочия, полного праздника, поскольку дело это одно и все. А вы, извините, а вот как вы думаете, человек, который мог бы занять этот пост, должен откуда появиться, как бы иметь какие-то корни от старых романовских, скажем, династий, какой-то дальний родственник? Или он должен быть сегодня избран народом или каким-то нечто, земским собором? Как он должен появиться? Вашу взгляд. Ну, я думаю, что нас особенно спрашивать не станут. Нам его, если и приведут, мягко говоря, насильно. Да, ну не так, что насильно. Мы просто согласились с этим. Статистика будет, дорогая. И последний, пожалуй, вопрос. Вы сами хотели бы, чтобы вернулась монархия? А если да, то что вы бы связывали бы с этим? Улучшение жизни или, в общем-то, все? В принципе, глубокий смысл этого вопроса. Вот. И я бы так сказал, это, в общем-то, вопрос такой, довольно ослобный. И мне так кажется, что, наверное, мы еще не готовы к тому что-то воспринять все это, все имя. Вот поэтому, скорее всего, что по-хорошему, должно пройти какое-то осмысление процесса у народа. Если его действительно надо будет спрашивать народа, то мы получим соответственно опыту ответственности. Если будет, то, конечно, вся наша полига дает здоровье. Дорогие друзья, вот мы пообщались с посетителями парка Царицыно, в отчины русских царей. Попытались завести людей на разговор по теме монархии. И что мы увидели? Люди, люди не очень активно идут на контакт, не раскрывают свои мысли. И, по большому счету, очень ограничены в этом вопросе. Вот тема наших дальнейших бесед – именно раскрытие духа, духа самодержавия на Руси, духа монархии. Дорогие друзья, общаясь сегодня с посетителями парка Царицыно, мы сделали такой вывод. Люди понимают, что надо возвратиться к своим корням, к церкви православной, к православию. Но здесь и как бы не услышали такого понимания, что надо еще возвратиться к монархии, к самодержавию. Странно почему-то, очень странно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!